Встреча министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика с руководством муниципалитета депутатами, активными и неравнодушными жителями прошла в 11-й Винновской школе. Просторный зал полон, настолько острая и животрепещущая тема визита – дорожно-транспортная сеть Ленинского округа. Первым словом взял глава муниципалитета Валерий Венцель, который рассказал, что за 2019 год удалось продвинуться в решении некоторых резонансных вопросов. За прошедший период было принято ряд очень важных стратегических решений. Все мы с вами наблюдаем строительство. Это выезда 6-го микрорайона, долгожданная. Мы понимаем, что это проект в первую очередь небюджетный. Застройщики строят нам дорогу, но под чутким нашим руководством срок, который будет реально по вводу данной дороги – это конец мая следующего года, когда мы увидим и остановочные павильоны, когда мы увидим и тротуары, и освещение. Но это не единственный дорожный проект в 6-м микрорайоне. Расширение дороги Калиновка-Ярмолина-Сопромова будет. И, соответственно, на круге ПЛК тоже будет проходить реконструкция. Это все в следующем году. То есть мы с вами, дорожная ситуация для нашего микрорайона, она решится. Кипят строительные работы и на другом конце видного. В зеленых аллеях приступили к возведению дороги на трассу М4 Дон. Окончание запланировано на конец следующего года. Всего же в Ленинском округе более 30 строительных площадок. Бюджет 13 миллиардов рублей. Из них почти 10 уйдет на реконструкцию Каширского шоссе от МКАДа до Володарского шоссе. На встрече прозвучало немало вопросов касательно этого отрезка дороги. У нас самая большая проблема – это пересечение Володарского шоссе и Каширского шоссе. Мы там стоим 40-50 минут. Ситуацию прояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Там свои сложности, свои проблемы. Там газопроводы высокого давления. И вот у нас там еще есть проблемный момент с изъятием земельных участков у всем известного завхоза имени Владимира Ильича Ленина. Вот мы и спорим с последователями Владимира Ильича, что стоит. Вот они вот хотят как бы не тех денег, на которые у нас рассчитан проект. Вот когда там будет уже освобожденная площадка, мы приступим к строительству, собственно говоря, дороги и развязки. Но вот я так считаю, вот она Владимир сказала, там 22-23 год запуск движения. Это реально. Кроме того, реконструирует и Володарское шоссе. Благодаря увеличению до четырех полос, его пропускная способность заметно увеличится. Общение продолжалось более трех часов. Была затронута и смежная тематика. Не менее острая работа общественного транспорта. Так, житель микрорайона Бутова парк 2 Владимир Цубка признается, что путь на автобусе или на маршрутке от его дома до бетро иногда смахивает на настоящий квест. Пока на конечной остановке не загрузится полный автобус, он не отъезжает. Соответственно, все пассажиры, которые находятся на следующих остановках, они просто физически не могут попасть в этот автобус. Этого не должно быть. И в час пик временной-временной интервал отправления автобусов должен быть сокращен. Самих транспортных средств достаточно? Их нужно постоянно увеличивать, потому что все микрорайоны растут. Учитывая эту тенденцию, с января 2020 года в Московской области станет на 600 автобусов больше. Часть из них появится на дорогах Ленинского округа. И на этом работа с регулярными маршрутами не остановится. У нас задача пустить маршруты там, где хотят все жители. Я считаю, что надо провести как можно более полномасштабное голосование среди всех жителей, чтобы определить наиболее важные маршруты, которые целесообразно пустить в социальные. Подобные министерские визиты в наш муниципалитет планируется сделать регулярными. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого.